всем привет друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про т343 заказали мне этот танчик покататься на нем на бэбэшках и что из этого получилось вы узнаете в этом видосике в целом хочу рассказать про этот танк что на свой аккаунт я его покупал не за деньги этот танк очень старый появился так давно что я его успел уже раза два или три продать столько же раз выкупить а изначально покупал я его за голду которую нафармил в клановых боях при том что этот танк наверное один из самых дорогих потому что он льготный если покупать за голду в тот момент я его купил поиграл и он мне абсолютно не понравился тот момент еще там всякие операции утюжки проходили карты заглаживали разглаживали так в итоге ничего не разгладили увы но у этого танка не было потом через огромный промежуток времени картошка китайцам некоторым подкрутила и пушка начала опускаться чуть лучше но в итоге все равно пушка опускалась не сильно в целом больше никаких изменений за все эти годы не было кроме того что всем льготным танкам чуть-чуть апнули пробития 186 пробития на бэбэшке это то с чем я работал и на чем я взял три отметки пофармил я даже неплохо серебра на этом танке потому что играл на бэбэшках играл на доппайке а по модулям поставил самое обычное что можно поставить на кривую пушку досылатель стабилизатор сведения досылатель и сведения были розовые с батл пасса поиграл я на этом танчике и это был самый простой танк взятие трех отметок проще не было ни на чем при этом я еще играл на бэбэшках фармил серебро а все почему потому что этот танк льготный основные враги в которых я стрелял это были семерочки в которые можно стрелять куда попало конечно уже даже с некоторыми восьмерками были проблемы но все равно я понимал как нужно стрельнуть чтобы был шанс пробить за счет того что все стояло на сведение даже инструкция стояла на сведение сведение мне не показалось долгим или противным на этом танке в принципе пушка мне не показалось такой кривой какой я помню ее раньше то ли я научился заранее лучше сводиться перед тем как стрелять и научился подбирать правильные позиции для того чтобы безопасно стрелять то ли модули зарешали а может быть все вместе корпус я старался не подставлять бортами тоже пытался не танковать потому что если враг пробьет ваш борт то есть шанс загореться поэтому я играл в скорее в танк поддержки который выезжает и бесплатно выдает альфу для этого мне не всегда нужны были союзники иногда я сам обманывал врагу и пытался как можно активнее играть благо игра от альфы в этой игре самая простая выехал бахнул поехал в укрытие все самое главное всегда находиться в укрытии безопасно бахать альфу и только в экстренных случаях размениваться также можно еще потанковать от башни башня здесь неплохая пробивают в нее не так уж и часто но что мне больше всего понравилось это то насколько простые и приятные бои собираются на этом танке за исключением дисбалансных карт они и на этом уровне неприятные за счет того что этот танк а льготный собирают против нас таких пупсиков 7 и 6 уровня очень часто что они вообще не кажутся противниками ты въезжаешь в него двумя ногами и также его выносишь и едешь дальше многие враги будут вам просто на два выстрела если вы умеете хорошо позиционировать танк на рельефе то никаких проблем с убиванием врагов не будет вообще также пользуемся первой скоростью для того чтобы заранее сводиться и вообще никаких проблем играть на этом танке нету можете кинуть мне камень в мой огород но я не вижу смысла поднимать пробитие бэбэшки на этом танке вам же не нужно стрелять в десятке да есть бронированные девятки которые тяжело пробиваются но тут же есть еще и голда с пробитием 250 также этот танк средний он неплохо ездит можно объехать и стрельнуть с той стороны где враг не танканет никаких проблем с пробитием на этом танке у меня не было вообще у меня было заряжено 5 кумулятивов все остальное бэбэшки и парочка фугасов за то время пока я брал три отметки голдой я стрелял раза два практически всегда я стрелял бэбэшками и все нормально летела все нормально пробивалась никаких проблем у меня не было танк мне очень сильно понравился но это было чересчур как-то легко и просто процент побед на нем был хороший на этом танке в n8 самый большой среди всех прям танков где я брал три отметки а суммарный урон и ассист который нужно держать на этом банке для трех отметок сейчас 2900 у меня такой средний урон получился на этом танке пока я брал три отметки 2900 в n8 там болтался между пятью шестью тысячами и это было очень легко настолько просто что я даже не понял как это произошло я играл как обычно но уровень боя настолько простой что это было очень легко но за этим всем возможно стоят воды обучения самого себя играть в эту игру тактики позиции как безопасно и правильно разваливать каждого врага и выигрывать пвп у многих кто может встретиться в этой игре мне показалось на этом танке чрезмерно легко играть я даже немного расслабился сам был варчик играть красиво всем пока паузу прорезает а паузу это гиап 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok